доброе утро друзья мандаринами играемся потом он ему не нравится потому что он на вкус горький это апельсины точнее вот с этих деревьев они вообще как полынь вы пробовали когда-нибудь полынь вот это такой вкус у этих апельсинов что-то как-то сегодня это холодно что-то стало холодать хоть я с длинным рукавом надела но можно уже какую-нибудь картонку легко надевать потому что прям еще пасмурно в общем не ахти никто меня не ждет пошла работать я буду ждать смотрите у нас тут улочки такие узкие и обычная машина для для мусора то есть не проедет вот поставили такие маленькие бочки но смотрите какая мы ли пусенька и для стекла такая ну прям как игрушечная такой хорошенький и не знал он пластиковый пластиковый по моему то есть у нас то они стоят такие огромные тоже такого же цвета вот такие огромные а это такой мы ли пусенький нас обычно здесь мусор выносили но за дверь вынесут и вот так его собирают а сейчас вот поставили такие контейнеры вот у меня сегодня в планах было знаете что пойти мне вчера подруга сказала что уже начинают делать прививки от гриппа тем кто помоложе а вот и я значит это она мне говорит что и что она взяла назначению врача и я хотела сегодня идти целевым таки вены почи я сегодня хотела пойти тоже туда поликлинику что мне дали назначение но сейчас муж звонит он тоже там я говорю чем мы будем там вдвоем толпиться ему позвонила говорю возьми мне тоже номер я тебе сейчас привезу мою карточку вот эту медицинскую и ты тоже мне возьмешь номер к это на прививку вот чтобы не толпиться а еще сказала ну знаете что-то мне каштаны захотелось я особо каштаны не люблю но не любила наверное а тут что-то так захотелось и вот в этой машине мне кажется они очень классно такое то нас море сегодня погода вот немного разветрилась и уже тепло стало это машине мне кажется они сделаются просто супер вообще каштаны но дома потом расскажу и вот он мне позвонил тоже сказал что он купил каштаны счетом какие-то помидоры в общем я пойду сейчас заберу все эти его покупки и отдам ему свою карточку чтобы он меня тоже записал на прививку а вот знаете ну хоть хоть гриппом как варится не будем болеть в этом году такая тишина и спокойствие не гавкать ну вот я хотела моего чучу послушать слышите ну чучу поет вот почему так как только не снимаешь тишина все успокоишься как только включаешь камеру начинается топов рога вот такие каштанчики купила кстати с ними надо быть аккуратным потому что они могут быть червивыми вот правда они потом зажарятся и в общем будет протеин с каштанами но я протеин такой не люблю в виде червячков поджаренных поэтому нужно когда их чистишь нужно быть аккуратными стоит я так понимаю это 6 25 килограмм здесь у нас пол кило вот их надо надрезать потому что если они будут резаться ой делаться то они могут лопнуть вот так крест просто делаем я вообще никогда это не делала но я этим интересовала в интернете видела да и все говорили что надо их вот так вот как крест на них рисовать ну или просто где-нибудь дырку сделать чтобы выходил пара от супа осталась курица мы в супе не любим курицу поэтому вот я от потрошила и вот все что-то не осталось я теперь на сковородке сейчас добавлю сюда масло вот маленечко и обжарю пол луковицы добавлю также морковку перчик в общем будет такая у меня зажарочка в процессе готовки пострадал палец у меня терка есть такая она универсальная сидела вот такая и хотела ей потереть морковку ну и потерла вместе с пальцем было больно и пришла на обычную как говорится по старинке терочку вот такая она намного лучше и пальцы по крайней мере целости и сохранности ну а этот вот отхренашила себе ладно обжариваем тут вот так вот все и добавляем курицу кто-то пришел кто-то пришел и обжариваем добавила сметанки и сейчас я добавлю соли и немного водички потому что как-то круто это в общем вы видите что не жиденько и специи любые какие хотите в общем добавляем у меня вот такая вот я в русском покупала мне очень нравится и немножко водички чтобы это было соус такой жиденький потому что у меня там кое-что приготовлено вчера сделала и потушу минут 2-3 потому что это все готово ой включить надо шатай машину чтобы каштаны пожарить будет вкусно в общем это вот такая вот вчера сварила как сечка или не знаю какая-то крупа вот такая и вот это все я еще шпинат добавил то вспомнила что шпинат есть размешаю и такая у меня тюря будет сегодня на обед меня там муж посуду моет потому что я больная вот так всем приятного аппетита каштаны готовы смотрите а вот мне тут на прививку 11 числа на прививочку в 4 часа вечера представляете как здорово после работы могу в общем вот так вот муж говорит они пытались сопротивляться но их как старания не не венчались успехом боже как трудно разговаривать сейчас буду каштаны есть не знаю раньше не очень любила сейчас может быть знаете вкусы портятся меняются и может быть сейчас я их очень даже люблю смотрите у нас тоже прям самая настоящая осень с опаданием листвы видите сегодня еще так пасмурно как будто прям дождь пойдет ну это дерево не считается оно какое-то неправильное зеленое стоит вот на это вот тут вот осень там весна ну вот на осень смотрите детки идут знаете в церковь это у десятилетних идет первое причастие детей церковь видите вот и для того чтобы сделать первое причастие нужно ходить как бы на классы такие обучающиеся да их там 3 года по моему обучают вот ну как воскресная школа вот такая вот вот три года надо ходить что-то каждый день по моему и вот детки ну водят у нас кстати вот несмотря на то что ситуация конечно не очень но школа школа продолжает ходить потому что у нас все больше говорят что в школах не происходит такого заражения вот и что детки не заражаются и не заражают других бывает конечно все это такая штука непредсказуемая но вот что это не сильный такой риск поэтому в школы все ходят смотрите какая погода пасмурная но тепло хорошо так сейчас так всегда гулять идем бабушка впереди меня какая-то идет и вот она знаете пытается от меня убежать и и и чтобы типа дистанция все дела но у нее это не получается выглядит это как-то смешно так это прям тут труда машин не было это прям ты посмотри а едут и едут бегу с подругой сейчас пойдем по полям но не на сегодня не обещали дождя будем надеяться что не будет дождика а вот завтра да обещают дождь ну такое знаете капельки вкусно пахнет чистящими средствами ой я же нюхательный наркоман я все что пахнет вкусно обожаю сейчас он там капать будет а я лезь туда и убирай не передумал да вот правильно ты прям туда подальше подальше нормальные для стекла бачки они смотрите огромные какие не те что у нас в городе малюсенькие мы уже погуляли пытался дождик что-то покапать но передумал в общем вот так нагулялись сижу смотрю на свой пальчик и думаю как бы мне в душ сходить я бы пыталась прибантовать но я прям срезала так знаете нормальненько и в общем начинает кровить поэтому я наверное сейчас что вы хотите сказать ваше оправдание ничего не хотите давайте товарищ вы хотите что-нибудь сказать мне а вы хотите целоваться нет давайте сделаем это в другой раз товарищ конечно можно перчатку надеть но я в душ пойду она все равно вода там нальется в общем пойду как есть потом просто перевяжу вот так вот морковки решила натереть на терочке вместе с пальчиком улегся ну пусть лежит отдыхает пока я в душе буду сняла с пальчика он там весь намочился щипал так сильно кстати у меня заканчивается крем для глаз для вокруг глаз поэтому вот выковыриваю экономика должна быть экономной а я уже неделю целую выковыриваю и еще наверное на неделю осталось а раньше выбрасывала представляете не понимая что там еще у нас остается пальчик толстый не лезет а у меня есть он потоньше о вот в общем буду мазаться щипал конечно очень неудобно мне было голову мыть старалась если уж от воды щипал вообще полсануло конкретно то блин наверное поэтому такой вкусный соус получился с мясом но нет мяса там не было я вовремя заметила так что сейчас надо телек включить посмотреть что там происходит в мире сегодня выборы кстати какие выборы ладно это все фигня выборы президента в Америку это все фигня сегодня праздник сегодня праздник у девчат вот вот Казанская Божья Матерь Казанская Божья Матерь Казанская Божья Матерь иконы Божьей Матери в общем с праздником вас будьте здоровы живите богато хотя сейчас актуально это здоровье так что будьте здоровы а богатство приложится было бы здоровье потому что если нет здоровья то хоть ты что сделай не будет ни богатства ни любви не будет ни счастья потому что в нашей жизни сейчас актуально только здоровье ой на завтра дождь передают сегодня тоже клиентка вот эта которая по четвергам укладываю она вроде бы как хотела на сегодня на завтра чтобы я уже ее уложила но боятся все вот этой заразы особенно бабушки у нас вообще с каждым днем все больше и больше куда катимся когда уже эту дурацкую прививку сделают ну обещают в конце декабря представляете посмотрим а если в конце декабря то осталось совсем немножко совсем чуть-чуть дожить бы а там поживем увидим ну главное что вот на следующей неделе пойду делать прививку от гриппа хоть гриппом не будем болеть как же крем мазать сейчас пойду чай попью у меня сегодня какой-то жор жор то жор внутренний но не жор сдерживаю себя стараясь по крайней мере две ложечки творога съела без всего и все а яблоко одно съела сейчас пойду чаю заварю какого-нибудь себе и буду пить чай повышать иммунитет утром чай в обед чаек вечером чаище ну блин резануло хорошо хоть знаете не на сгибе а то я однажды на сгибе вот тут вот резанула вот это был трэш потому что палец вот так вот ходил не согнуть его ничего а тут вот не на сгибе ничего почистила моркошечку и так глубоко прям страсть да дождик на завтра обещает поживем увидим будет ли он на самом деле ладно друзья хватит болтать я буду с вами прощаться до завтра всего самого лучшего будьте здоровы всем пока пока